Почему ваши желания не исполняются? Давайте попробуем разобраться. Для того, чтобы наработать себе сверхвозможность материализации, нужно, чтобы у вас было много энергии, избыточный энергетический потенциал на исполнение желаний. И большинство людей сливают свою энергию так, как будто бы они энергетические миллионеры. Я отчасти с ужасом, отчасти с легким оттенком зависти наблюдаю за этими людьми. Я не могу себе позволить тратить столько энергии впустую, сколько это делает большинство из вас. И на что мы сливаем основные запасы энергии, которая нужна нам для исполнения желаний? Самое нересурсное состояние, которое требует больше всего энергии, это, безусловно, жалость к себе. Жалость к себе – это то, что нужно выдрать с корнем. Это самое зловредное ощущение, которое есть на свете. Это то, куда ваша энергия уходит, как в унитаз. Вы не можете себе этого позволить. Если вы хотите, чтобы ваши желания исполнялись, если вы хотите жить на зеленой волне, магия без магии, идти по жизни легко и приятно, задумал, получилось, осуществилось, вы не можете позволить себе жалеть себя. Легко сказать, сложно сделать, как не жалеть себя. Для этого нужно воспитать в себе особенный внутренний голос, который я называю привратник. Привратник, который стоит на фейс-контроле всех ваших мыслей. Этот привратник не впускает в ваше поле то, о чем вы думать не хотите. Появилась первая мыслишка, постучалась в двери вашего восприятия, а вы ее зафиксировали и пинком под зад оттуда выкинули. Вы не продолжили ее додумывать и обдумывать, только так. Почему еще могут не исполняться ваши желания? Слишком ваше внимание может бегать по временному вектору. Ваше внимание может быть отдано прошлому или будущему или параллельной реальности, вашим мечтам. Подумайте, как вы проводите то время, когда вы ничем не заняты, вынуждены находиться где-то, где у вас есть ресурс на подумать, но вы ничем конкретно не заняты. Например, очередь длинная или в пробке вы стоите, музыка по какой-то причине не идет. И вот что, о чем вы думаете. Есть люди, которые начинают предаваться воспоминаниям, тягостным, тут включается и жалость к себе одновременно, приятным воспоминаниям. Есть люди, которые предаются фантазиям о своем будущем. Есть люди, которые предаются фантазии о своем альтернативной вселенной. Мне однажды моя мама призналась, что ее любимая мечта там, где она мастер спорта по фигурному катанию. Она никогда не занималась фигурным катанием, но вот нравится ей представлять лед, она на коньках. И это такое вот безвредное, в общем-то, вдохновляющее даже от чего-то, чем-то состояние, но все-таки постоянно проваливаться в такие вещи не стоит, если вы хотите заниматься материализацией. Что такое материализация? Материализация – это проведение энергии в ее самую грубую форму, материю, в самую плотную форму. Материя есть уплотненная энергия. Материя – это стихия земли. Все ваши измышления, воспоминания, мечты и фантазии – это стихия воздуха. Если вы будете тратить на них свою энергию, слишком много энергии, вы не сможете никогда заземлить свои желания и превратить их в реальность свою. Потом, кстати, вот еще важный какой момент. Нужно научиться желать так, чтобы ваше желание имело форму намерения. Намерение работает, желание – это все-таки что-то такое, что не всегда можно переодеть в глину материи. Работаем не с желанием, работаем с намерением. И третье, чем очень часто пренебрегают и маги, и практики – это ваше тело. Стихия земли, она лучше всего отражена в том, как ведет себя ваше тело, в том, как отстроено ваше тело. Возможно, у вас что-то не так в распределении энергии по телу. Возможно, вы неплотно стоите ногами на земле в прямом смысле слова. Есть специальные телесные техники, которые ведут к тому, чтобы настроить вас на эту волну, немножечко вас заземлить. Заземлить – это не означает что-то такое скучное, сделать более скучным, менее романтичным. Нет, ни в коем случае. Это сделать вас человеком, у которого все получается, победителем. Подумайте, пожалуйста, про эти три сферы, о которых сейчас я вам рассказала. Может быть, вы даже без моей помощи сможете так себя отстроить и понять хотя бы понимание первый шаг к прогрессу, почему у вас есть желания, но они так и остаются в воздухе.